Дрова в этом доме единственный источник тепла. Ближе к морозам запасы в поленец окончаются быстро. Нужные домы стопить и баню. Каких-то 50 метров отделяют хозяина дома от главного газопровода. Соседи Михаила Лукина таких проблем не знают. Справа пятиэтажки, слева частный сектор. Газовая труба тянется по всей улице, но почему-то этот дом как островок без благ цивилизации. Полностью слепой пенсионер Михаил Лукин живет в доме один. Помогает дочь, иногда просит знакомых. Когда в 2009 году в Высокой горе проводили газ, его дом в программу не попал. По стечению обстоятельств, прежнее строение на этом месте сгорело, а на новое документов еще не было. Лукиным обещали включить дом в программу 2017 года. Отмечется, что они здесь были, и все. И вы же уходят. У них одна слово. Не можем, не можем. Из-за сырости в доме начала появляться плесень. Тепла от печки не хватает. В холода спасает только электрообогреватель. Провести газ за свой счет, а это по минимуму 70 тысяч. Не в состоянии. Пенсии инвалида всего 15 тысяч рублей. Трансгаз нам насчитали сначала 36 тысяч. Там с чем-то тысяч. В течение трех лет они нам прокопают эту землю. После этого еще 36 лишних тысяч. Все поступающие заявки у нас в исполнительный комитет мы направляем, собираем, направляем в Газпром Трансгаз Казань для включения в программу газификации. 2018 год этого дома нет. В Минструе Татарстана нам пояснили, запланированные на этот год деньги программы газификации ушли на другие цели. Здесь с выводом из эксплуатации урусинской ГРЭС в поселке графского типа УРУСУ руководством республики было принято решение о модернизации схемы теплоснабжения. В Минструе также сообщили, строительство газопровода в этом частном доме включат в заявку программы газификации на следующий год. Так что эту зиму Михаил Лукин пока снова встретит в ГРЭСу печки. Анна Городнова, Андрес Интальцев, ТНВ, Высокогорский район. Анна Городнова, Андрес Интальцев, ТНВ, Высокогорский район.